всем привет из израиля добрый у нас юбилей 10 лет как мы в стране и мы решили записать сегодня это видео расскажем нашу историю и ответим ребят на ваши вопросы я начну наверное вообще мы летели первоначально нас из омска мы на поезде приехали в новосибирск сутки были там нас консультировали и уже 20 ноября 2014 года мы прилетели в израиль погода была помнишь какая из зимы так вечером из зимы прилетели в лето было конечно так неожиданно то что неожиданно да но все равно как-то вот такой контраст в аэропорту нам оформляли документы сколько примерно 3 часа а потом уже нам вызвали такси мы оформили туда зовут и я помню что нам предложили больничную кассу и мы сомневались и поэтому не оформили сразу хотя нужно было бы наверно сделать сразу да потому что потом на следующий день мы пошли на почту пособа разница потратили время все равно все это было как бы заодно было бы быстрее и потом вызвали для нас такси и мы поехали в хайф уже приехали было темно сахнути нас ждали нам показали комнату комната была примерно 12 квадратных метров мы оплатили 10 дней и пошли на площадь комната это номера при самом сахнути на первое время для репатриантов для семьи в зависимости сколько человек семья ну вот за 10 дней мы должны были найти но по цене там довольно таки она сопоставила с гостиницей ну да да было дорого это не не социальное жилье на на то время это было что есть то есть сейчас не знаю как вот в течение 10 дней мы должны были найти себе квартиру и съехать после того как мы заселились мы пошли на площадь кириад и лезер будешь рассказывать расскажи как это было наши последуют самолеты периодически ночью мы опять бежали в подъезд в общем мы пошли на площадь чтобы купить себе продуктов естественно первый наш магазин был супер саль конечно было помнишь интересно рассматривать я помню как это было но я особо потому что уже вечер мы уставшие были надо было что-то купить из продуктов вот и после перелета долгого потому что время за него начало поездка это было четыре утра четыре ночи к тому времени это уже было где-то 7 8 если не не больше это уже восемь вечера девять по местному времени по израильскому ничего не предвещало беды но тут я вдруг решила переводить шекели в рубли результат был предсказуем истерика я сидела на площади почему рублей в турики например там еще больше вы то есть там такое ну в общем у меня началась ужасная истерика максим меня успокаивал мы тут пока нет там было хуже ноги все и ну чё поехали обратно деньги есть вот тут она решила что дочери созвонились и дочка меня тоже успокаивала как же мы будем жить на что мы будем тут жить мы же тут будем как бомжи посчитала им у меня был полный вот полный ужас потому что ну в принципе так такого интернета в то время не было это сейчас везде соцсети все пишут роликов было мало и понятно что приехали увидели я испугалась этого всего в итоге максим меня успокоил больше был просто шок после перелета перей вот этих после дороги так сказать поэтому опять же там в принципе ничего такого шокового особо не было ну да кое-какие продукты там отличались но потом это уже пару дней пришло все русло то есть перестроились посмотрели что по цену тем более вечером еще там через день в течение 10 дней мы оформляли документы искали квартиру нашли мы ее сами причем случайно нам предложили посмотреть а дар куда мы не хотели как многие репатрианты как бы да 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 распространяется информация быстро что одар мнение не это самый плохой район хотя люди живут и нравится там ну вот как бы мы были наслышаны не хотели но по крайней мере поехали посмотреть квартиру квартира была в принципе вот я даже сейчас помню большая хорошая но чувствовалась сырость и мы вышли такие и нам попалась бабушка разговорились бабушка была русскоговорящая и вот про квартиру сказали и она нам говорит что на бодгалиме есть мужчина который сдает квартиры и вот мы поехали с ней она говорит вот здесь вот его агентство там телефон был созвонились да и вот так вот переговорили он кстати довольно скрестностно говорит по-русски на тот момент это было важно договорились нас устраивало жена хотела возле моря вторая линия да да вторая линия я я не настаивал наоборот потому что даже когда мы ходили гуляли смотрели по этому району относительно чувствовать влага я очень хотела бы для меня не принципиально было жена хотела море значит море такое комната была на последнем этаже на пятом 17 квадратов около 2000 это была студия то есть специально сделано но там все было видео периодически я показываю где эта комната в жилом доме там очень хороший двор был красивый дом частный проект но это индивидуальный проект так скажу из Жезе неплохой свой дворик отдельно абсолютно но единственное что бросалось как-либо все в глаз не то что в глаза очень сильно чувствовать это очень мало было воздуха веры воздуха именно природного то есть постоянно духота летом зимой зимой это влага сильная летом это душно очень сильно такое впечатление как будто вот именно там азис вот небольшой дом и еще один вот именно там как будто воздух туда даже не проходил очень сильно чувствовалось поэтому я старался выходить с палисанник когда на улице там пройтись там море было рядом и мы проходили там гуляли постоянно естественно вот это начало пути нашего ну в ульпан у нас мы попали на повезло до 4 декабря уже у нас начался ульпан вот прям повезло через 10 дней нужно так сказать чуть чуть побольше поэтому у нас в принципе как бы мы не ждали да что пособие платят полгода и как раз нас доплачивали пособие мы заканчивали ульпан вот мы потом уже максим после первого ульпана чтобы работать а я еще продолжила учебу в ульпане ну как и многие до после ульпана мы закончили мы закончили мы не работали не подрабатывали мы учились и нам хватало пособия вот как многие говорят нет вот что послужило вот еще плюсом потому что все таки мы сняли небольшую комнату посчитали вот на двоих студия чтобы меньше тратились на проезд на проезд нужно было 500 шекелей мы посчитали что в принципе как бы нам лучше тогда уже ходить пешком в ульпан но жить возле моря и платить недорого за эту квартиру пока вот мы в ульпане поэтому нам в принципе хватало даже посылку родственникам отправили собирали и правда несколько месяцев но отправили но один ульпан в этом районе то есть там еще один на Адаре он самый ближайший это вот в нашем районе собрать Багалин Кириат и Лизер в принципе что мы ходили пешком ему удобно было 10 минут буквально ходили вот закончили причем закончили у нас получилось я сидела зубрила Максим нет он на слух воспринимает отлично у нас результаты были одинаковые он не учил я учила но у нас был результат 84b причем вот что у Максима что у меня я не помню результаты я если честно не помню как таковую саму учебу потому что мы там 3-4 месяца половина праздники прошло на Песок попало на то на то и там вот они у МЭТ они у ВЭТ и вот это вот 4 месяца примерно плюс минус то есть ну там интересно само по себе обучение надо понимать что полгода ну это я говорю вообще всем кому интересна эта информация то есть полгода обучения языка они не дают с точки зрения общения ничего абсолютно ну совсем немножко все равно но они дают самое главное они дают понимание то есть если учить басиста изучаешь время как правильно произносить в прошедшем времени в будущем вот то есть это основа потом поначалу это балаган полный в голове то есть там колорбек происходит но опять же это очень мало естественно для обучения языка недостаточно если надо если вы хотите знать язык достаточно то есть это как минимум надо ну как на работу учить язык заниматься но тебе же все таки повезло потому что ты попал в среду я только что я закончила потом еще два ульпана ты разговариваешь сейчас свободно а я все белее я не разговариваю свободно то есть я у меня критерий такой то это так как я знаю родной язык свой русский свой русский язык я знаю довольно таки высокий так скажем поэтому остальные сравнения языков английский там неважно какое иврит все по сравнению с родным языком поэтому можно сказать что я его не знаю но общаться так более-менее ну как ты свободно общаешься с эвритоговорящими я если там вот буквально на уровне допустим наверное вот четырехлетнего ребенка вот я до сих пор себя считаю вот у тебя он достаточно хороший ты свободно разговариваешь как бы с эвритоговорящими я им объясняю в общем мы отвлеклись на эврит давай о работах о работах наверное интересно будет ты пошел работать вот кстати вот жена говорит да я сейчас скажу насчет работы работать ну проблем с предложением не было и тогда вся проблема это в самой работе на тот момент 10 лет назад это были вот эти предприятия я не хочу их озвучивать это не то что реклама но многие репатрианты я думаю это актуально для нашего времени сейчас эти предприятия все на звуку примерно я думаю очень высокий процент репатриантов прошли через эти все предприятия как первая работа как вторая но кто-то как-то соприкоснулся слышали кто-то участвовал в этом всем вот самое главное что первоначально не было никакой информации то есть как именно так скажем внедриться в общество да то есть имея на руках там допустим дипломы удостоверения как легализовать это все находясь в Израиле вот там информации было мало и все случайно насчет случайных встреч знакомых вот эту информацию как говорится она поступала медленно но все таки опять же советую так бесплатно у кого есть какие-то документы неважно с постсоветского пространства Украина, Россия подтверждайте образование среднее специальное в том числе техническое там ну дольше оно идет но он подтверждил же неважно это все здесь это все имеет значение чтобы в будущем устроиться более не менее на работу используйте любые возможности также для изучения языка максимально доступные то есть среда среда где вы учитесь работаете и стараетесь слышать речь так если кому это будет интересно я делюсь как говорится своими впечатлениями вот уже на протяжении десяти лет что очень много если язык все таки это имеет огромное значение есть отрасли что нет технически но все таки если кто хочет двигаться по карьерной лестнице тем более в руководящей среде это обязательно то есть знание языка это само собой это разумеющество поэтому да были первые работы я на такую работу устроился но надо понимать что это первый опыт для меня как первой стране и первый же опыт моей работы вообще на заводах либо на каких-либо предприятиях то есть я до этого с этой средой не сталкивался здесь в Израиле я впервые вышел на завод работу в принципе как бы вполне себе меня сама работа устраивала я быстро втянулся на тот момент неплохой был соцпакет на этой работе да еще предприятие от предприятия работал я не по сменам работал я в одну смену да были шалоты вот потом я также пошел там на курсы автоказы я параллельно учился и работал вот так что в принципе единственное что постоянно на этом предприятии было введено в практику что к концу года примерно обычного календарма не еврейская не Рошашина шло сокращение это как потом сказали уже там старожиловное предприятие что это обычная практика вот приходят сто человек минимум они посчитали до полугода до года кто работает убрали а потом снова набрали вот тогда это была такая практика причем тогда было если ты меньше года тебя увольняют а не платили это и сейчас есть если у тебя нет то ничего не изменяется то есть письмо дают если года нет то тебе не выплачивают да да то есть как бы и предприятия тебе не выплачивают пиццуину и повышенный обряд до года то есть это выгодно было да ну такое вот к сожалению есть практикуется украины некоторые предприятия в принципе вполне себе меня устраивалось класс работал со временем ослабился меня не уволили первые полгода у меня неплохие были начальства то есть личные отношения неплохие с начальником он посоветовал ты конечно можешь уйти но вот я рекомендую поговорил с начальником там рядом цех Фима зовут его я с ним встретил все переговорили с братом попробуй в принципе уйти никогда не поздно я говорю ну почему нет попробовал меня все устраивало абсолютно кстати с некоторыми ребятами вот и Виктору при этом мы поддерживаем такие дружеские отношения не всегда получается встретиться ну это занятость со временем вот у нас довольно таки неплохая там компания подобралась дружный был коллектив довольно таки именно в этой бригаде так что я вспоминаю с добротой как вообще да но потом обычно почему меняются работы конечно зарплата хочется больше хочется лучше нет там все по другому поменялся руководитель самого завода 25 лет был руководителем этого предприятия я не знаю там подробности личного попросил больше ему отказали на подобии того что мы найдем нового он не согласился ушел поменялось и началось там убрали премию это кстати не первая работа где происходит примерно то же самое примерно плюс-минус то есть условия ухудшаются как только меняется Минаэль как только меняется это ни к чему хорошему как правило это не приводит это то что касается здесь практики ну я по своему опыту говорю для меня может для кого-то это во благо послужило я не знаю не могу сказать я делюсь именно своими впечатлениями то что было на практике ну это наверное везде так ухудшаются условия начинает бежать народ искать что-то лучшее как правило да но бывают условия вот частные поменялся Минаэль он руководитель то есть от него много чего зависит приходит новый у него совсем другие требования совсем другие видения и прочее прочее как правило он видит все в меру уменьшения наим условия там и прочее ну я с этим сталкивался вот первый год я отработал но уже когда когда поменялось руководство естественно по инерции еще 3-4 месяца у нас сразу пошел минус премьер минус всего этого и смысл уже мне ехать в страну где я живу на предприятии а он находился в пардескане я для себя решил что никакого смысла нет надо искать работу это вот так это первый год основной когда то что когда мы приехали то есть наше привыкание к местной жизни то есть ну в принципе у нас такого не было что-то что-то не нравилось или там что суббота вот шаббат соблюдался это сейчас работают русские магазины и можно ходить покупать когда мы приехали в субботу вообще ничего не работает тогда с этим построже ну как-то вот мы приноровились пятницу мы закупались все и поэтому не было проблем что у нас на субботу допустим нет каких-то продуктов ну таких вот хлеба допустим на пятницу либо на неделе вот так уже по мере необходимости как нам говорили вот многие там привыкание ой менталитет другой ну абсолютно у тебя что-то было вы поймите нет такого менталитета то есть я так скажу мне насчет менталитета там кто живет мне интересует это мой интерес личный вот я о себе говорю например мне нет проблем кто там где живет мне интересуют то есть мои условия то есть в каких условиях я нахожу и касается ли это меня или нет со знаком плюс или со знаком минус нет ну многие просто говорят что вот приезжая сюда вот многие все равно там отличаются там допустим страны исхода и здесь все по-другому ну мы с тобой этого не заметили у нас не было такого что привыкание какое-то было есть у нас не было адаптации да мы сразу как-то вот быстро влились в эту страну как будто вот домой приехали так вот как-то не было что что-то остро там воспринимали там нет если обращать на если действительно обращать внимание там на мелочь вот многие мусор там понятно контраст существует в определенном уровне манера там общения общения да манера поведения на тот момент в общественном транспорте в том числе вот в тот момент да действительно как раз было модно или что вот у ребятишек они ноги на сиденья клали нас прям в льба не предупреждали сейчас как-то этого нет да вот оно как-то но мы на машине ездим поэтому оно оно есть оно нет но я все равно езжу в общественном транспорте я тоже езжу как вот вы знаете вот действительно это было десять лет назад очень много прям вот постоянно дети на сиденье и водители прям делали замечания останавливали автобус выходил водитель делал замечания такое было ну как-то знаете ну наверное дети дети может быть это все ушло я еще раз говорю это индивидуальная особенность если человек мнительный обращает внимание на эти все мелочи ну так нет особой лица в какой стране это везде можно найти в любой стране мира это и существует нету ее идеально а так неудобства были в чем еще то что конечно нет отопления и нет горячей воды в первой квартире нам да и во второй тоже да тоже мы кнопку включали этот бойлер нужно было нагреть воду то есть какое-то время должно было пройти конечно вот вот это было совсем неудобно но тоже с этим справились да с этим можно тоже можно найти выход сильно мерзли а потом нам помощь мы пошли там оказывали гуманитарную помощь мы пошли как раз были одеяла блюжье одеяло у нас до сих пор есть это одеяло но с него только нету да лучше одеяло кстати в Икеи мы потом купили икеевское вот оно у нас до сих пор живое до сих пор греет поэтому воспользуйтесь очень легкое недорогие по-моему шекели 200 да наверное ну сейчас не знаю сколько они стоят но это вот реально как раз вот зимний вариант вот а так как как такового не испытывали это первый год он очень важен для адаптации то есть я почему об этом говорю наши общие знакомые с кем мы учились там я не могу сказать что многие-многие но приличная часть уехали в первый же год то есть после года нахождения здесь вернулись в страну исхода вернулись в страну исхода то есть не адаптировались не прижилось это все индивидуально но у нас даже не было в мыслях вернуться как-то мы приехали как домой у нас тут вопросы есть от вас в телеграме задавали так было ли желание вернуться в россию в этот приезд или привыкли уже к жизни в израиле что самое тяжелое по приезду в израиль отвечу на первую часть потому что недавно прилетела из омска была в отпуске вот желания остаться не было хотя конечно вот ну уезжала с тяжелым сердцем по сравнению с четырнадцатым годом конечно в омске намного лучше стало в плане жизни продукты уровень жизни на мой взгляд что все равно лучше за десять лет омске в лучшую сторону поменялся но опять же я приезжаю уже в гости люблю обе страны и россию и израиль ну как то все равно израиль это уже наша страна где мы живем проживаем а в россии в омск мы ездим в гости хотя он конечно же очень красивый город очень любим его да да у меня друзья как в омске как в всей России я в отличие от 3 10 лет у меня не было в россии вот как припатриировался вот бывало время что да тянуло но больше тянуло как друзья естественно как это столько лет прошло не так давно еще тоже хотел посетить россию ну да в данное время я не вижу пока такой возможности ну надеемся на лучшее как только как только появится такая возможность обязательно конечно съезжим так если навесите друзей и близких уезжали я про себя вот сейчас говорю лично для меня все равно после сорока тогда было тяжело с работой сейчас ребята проектируется спасибо полахнули поиска тихо Ну что, ребята, мы продолжаем Опять посидели в подъезде Но на сей раз грохала не сильно И так вот получается Привыкли к жизни в Израиле Назад не тянуло ли И что самое тяжелое было по приезду в Израиль Скажи, что для тебя было самое тяжелое По приезду в Израиль Что для меня Как-то исполнить не надо Тяжелое особо Больше ожидания Тяжелое, как оно будет То есть как понравится, не понравится Это было перед тем, наоборот Самые большие сплеты Это перед переездом в Израиль Когда уже попадаешь сюда Уже начинается привыкание И ожидание Мы уже три года ждали Поиск путей Как говорится Решение тех или иных Не то, что проблема ситуации Нет, а именно вот по приезду Что-то было для тебя Вот прям совсем тяжелое По приезду Совсем тяжелое Ну я вот не могу прям вспомнить Чтобы совсем тяжелое Я тоже вот тут, знаете Ну нету Что такое тяжелое С такими испытаниями Слава Богу Но не я, не Ири Я не помню, что будет Ты тоже Прям стал Где-то Притирки Каким-то вещам Но это не так Чтобы прям такая тяжесть Для меня вообще Ничего не было тяжелое Для меня сейчас Вот как бы мы перекликаемся Что по истечении 10 лет То, что сейчас Вот эта вот ситуация Видите Вот Спокойно жить невозможно Спокойно планировать Ничего невозможно Ни путешествия Ни Что-то еще Какие-то вещи Путешествия неприятные Вещи Да Даже по Израилю Мы не можем Вот нормально сесть Спокойно Как вот мы допустим На север ездили Путешествовали везде Мы этого делать сейчас Не можем Потому что Вот в любой момент Видите Сидим записываем вам видео И воздушная тревога Бежим В подъезд Война есть война Война есть война Вот конечно Вот это вот сейчас Вот тяжело Когда мы приехали Такого вообще не было Нам говорили Нам везде говорили Напоминание О войне с Ливаном 2006 или 2007 2006 года Что месяц Прятались вместе И арабы и евреи Сидели в этих И на лестницах И в комнатах безопасности То есть Игуль Панина Все время рассказывали Да Все вместе Били и по арабам Били и по евреям Все то же самое И сейчас происходит Вот И нам вот постоянно Везде об этом рассказывали Что было очень тяжелое время Очень тяжелый месяц Вот Мы не думали Что вот такая ситуация Ну сейчас Конечно Слава Богу Все равно Есть воздушный купол И ситуация полегче Да Железный купол Ну воздушный Вот И конечно Но все равно Это неприятно Когда люди гибнут Люди гибнут И инфраструктура Тоже где-то что-то уничтожается И в дома И в машины попадает И конечно Мало приятного На севере люди Не могут вернуться Никак домой Так вот Для нас вообще Я не могу вспомнить Ничего плохого По отношению Когда мы приехали Что было тяжело Наверное То что вот Холодно было Зимой Укрывались под одеялом И то это как-то было Удивительно было Еще помнишь Какой вот Дождливый Прям была Зима Вообще Мы еще на высоком этаже Там светопредставление Гром Молния У нас как раз Крыша была тонкая Мы все это слышали Да Проливные Тут температура Плюс держится По сути Но Когда там Плюс 3 Плюс 5 Это равно сильно Что Утром помнишь Минус 25 Минус 3 Утром помнишь Идешь в ульпан Зонтики вдоль дороги валяются Сильный ветер И все Ну вот Это опять же Это погода Зима была Прям вот На удивление Она была мощная Прям вот Каждый день Каждую ночь Было светопредставление Молния Гром Ветер И все это Вот реки лились Вот такая Это была Ну и конечно Ну в плане строительства Я говорю Вот Ну немножко Непривычно было Видеть именно Израиль С такой стороны Я понимаю Как я слов Говоря Я понимаю В причине Потому что Да Страна высоких технологий У нас же было Понятие такое Когда мы приехали Увидели эти дома Страшные Страшные снаружи И внутри Внутри тоже там Все течет Плывется Да Ну как есть То есть Тут надо признать Ну печаль беда Особенно вот Хайфи Я в видео Постоянно об этом Говорю У краёта То же самое Где много таких Ездим сейчас Ездим сейчас много И кстати Есть чем сравнить Я постоянно Об этом говорю Что расстраиваются Другие города А Хайфа Вот как болото Когда уже Возьмутся за эту Хайфу Снесут По сути по природе Сам По местоположению Самый красивый город Если учитывать Ну объективно Реально То есть Горы море Сама ривьера А то что здесь Творится Как говорится С жилищным фондом Ну это Скажу Катастрофа Может быть Из-за того Что действительно Что военные действия Какой смысл Устроить Дома Но я не думаю Что этим Руководствуется Такой смысл Устроить Дома Если не до двух Ракеты попадет Я не думаю Кстати Хайфа Единственный город В котором Мы проживали Мы как приехали сюда Так и живем Да С самого начала Почему выбрали Макс сначала Выбрал Нетанию Нет Я думал Нетанию Но я посмотрел Производство Все в общем Мне нравится Горы Даже больше Чем море Я люблю Ну горный ландшафт Жене наоборот Море А тут Ну совместилось И море И горе Ну было как бы Север более Так более зеленая Местность Так сказать Но еще работы Вот я помню Тоже Но работы в Хайфе Тоже нету Как таковой Хотя писали тогда Что вот именно На севере много работы И что в Хайфе Жилье недорогое По сравнению С центром Чтобы ни та Не дороже было И вот И мы остановились На Хайфе Посмотрели Помнишь Видео было Такое красивое Хайфа Израиль В Сахнуте В Сахнуте Да Такой вот прям Фильм был Очень красивый До сих пор Я его помню А я его помню Все репатрианты Наверное Показывали Наверное Хороший фильм Да Так что у нас там еще И следующий вопрос У нас Расскажите пожалуйста О решении про переезд Было обоюдное Или не совсем Ну вообще Максим До того как мы переехали Он все время говорил Что у него бабушка еврейка Что есть возможность Переехать в Израиль Ну как-то мы оба Об этом не задумывались Бабушка еврейка Папа еврея Да да Есть и есть возможность Как-то Я это не воспринимала У меня не было такой цели Ну все Пошли Все Мы уезжаем Пока мы жили в России Определиваем Мы до этого Вот Наверное до момента Последнего года До переезда Вот так Ну как-то не думали Серьезно Не то что Серьезно к этому Не относились Ну там потом В меру разных событий И там И там Жены у меня Там Подумали Почему нет Давай попробуем Как бы ничего не теряем Ну у меня был перелом И я вот съездила К подруге В Германию И вот после этого Как-то у меня Да Я говорю Я думаю Что пришло время Переезжать в Израиль Ну Мы тогда не знали Что у нас еще Три года Мы только Что через три года Ну не три Но почти Два с половиной Два почти Да Согласен Три года Потому что Там уже был Такой переломный момент Когда мы в Москву поехали То есть Если уже вот сейчас Нет Значит будем планы переделывать Будем менять Сейчас нужно Как бы сказать Тем Кто вот собирается И чтоб не делали Такой ошибки У нас был гражданский брак И мы официально Зарегистрировались Пришли И подали сразу же документы Такого делать лучше не нужно Потому что считается Свежий брак до года Если вы расписались Если вы расписались То лучше уже обращаться После года И вот как бы Если свежий брак То в течение нескольких лет Вас Да Лучше чтобы как минимум год Так они могут до трех лет И вот нас держали Можно сказать до трех лет Потому что Максиму ставили документы А мне как бы нет Что я оттуда не гражданка Поехали еще раз в Новосибирске Еще раз в Новосибирске Да Да Весна Через год Потом уже осенью Мы уже будем корректировать Не будем на это рассчитывать И по другому будем строить жизнь свою Вот в чем отличие большое Потому что это забирает И деньги И время И возможности И плюс ожидания Понимаете Что делать Ну вот у них типа Вот подозрения Типа фиктивных Подвешенном состоянии Ни туда ни сюда Никто ничего не объясняет Естественно Никто ничего не объясняет Подождите Вот мы пока думаем Смотрим То есть такое А потом уже Спустя несколько лет Я прочитала эту информацию Что оказывается Что да Есть такое Негласное правило Что лучше Как бы Подождать А потом уже Подавать документы Ну как минимум года То есть Если вы свежебракова Если вы только Поженились То лучше через год обратиться И вот через этой попытке Мы приехали в Новосибирск Опять была консул Которая была во второй раз Вот Я помню У меня руки вот так вот Ходуном ходят уже Ну уже Ну все Уже сколько можно Нас вызывать Документы Идеальные Причем в идеальном состоянии Все И когда И она так тянет резину И такая Говорит Ну что я вам скажу С тяжелым сердцем И мы сидим Как при кавконе Ждем Я вас отпускаю Ну с тяжелым сердцем Она уже просто взяла Паспорта Я в законе Просто так паспорта Не беру Давайте ваши Потом уже свою речь Она с выступлением Да 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 Вот Вот такое Лирика Разное Разное бывает В итоге По 10 лет Прошли вроде С одной стороны Быстро С другой стороны Довольно таки Поступательно То есть Адаптация Что-то изменилось для тебя Вот за 10 лет Как ты считаешь Израиль лучше Второго Конечно Осталось так Что на 10 лет Поэтому тут Изменилось Израиль я не поменял Ни в лучшую Ни в худшую Каким был таким Что-то Нет такого Нет Сам Израиль Как бы Ну цены Ребят Цены конечно Инфляция В связи Сначала корона Потом вот этот Война Конечно Жизнь дорожает Что-то в худшую Например Что-то в худшую Ну вот допустим Когда была корона Да у нас Где я живу Закрыли отделения Которые рядом находились Банк и Апалин И Леуми Все позакрывали Почту позакрывали Это хуже Почты позакрывали Все Это тоже хуже Что еще А много чего Такого Ну опять же Есть объективные Причины Корона Война Понятно дело Туристов нет Никого нет Да То что цены подорожали Проценты в банках Подорожали Да Где-то удорожание Жизненное Ну не критично Я не знаю Как бы Ну как ездили Так все равно По мере возможностей Путешествуем И делаем покупки Вот Как были Допустим Последнее наше приобретение Газовая плита Я недавно ее показывала Вам 1700 с чем-то Стоит около 2000 Два месяца мы ждали Скажи мне До этого Два месяца будет Из-за цвета Что Да Черный цвет Она мне сказали Что Скорее всего Из-за войны Не было Поставок Я думаю там Куситы Как раз Которые Саняш Перекрыли Потому что обычно Там в течение Несколько дней Нам предоставляли Я так думаю Это не точно Вот А так конечно Предположительно Причем плита Также мы ее На год расписали Без процентов Незаметно Как бы Ты ее оплачиваешь Поэтому как бы Ну телефон тоже Да Вот не очень давно Купили Три газовых плиты Стоит телефон Вот Тоже на год Расписали Поэтому как-то Ну Такого вот Что Ну машина у нас есть Там не с нуля Я считаю Что Как ты считаешь Тоже Как бы Новая машина Ездит и ездит Да Главное Чтобы была Находу Для нас Понятное дело И мозган Мозган Чтобы работала В машине Любое Любое Средство Любая машина Требует Все равно Вложения Как ни крути Особенно Если был Ну все Ничего Ничего-то личного Такого Катастрофичного Ничего нет Ездит Ездит А так Такого Каких-то Глобальных Там Перемен В худшую В лучшую Сторону Ну я не знаю Живем Живем Нет В худшую Что война Какие перемены Может быть Кому-то Ну мы сказали Об этом Что война Цены подняли Да Немножко Что Ну это Путешествовать Невозможно Ну и в том плане Что кто-то В каком-то там Депрессии Ну по статистике Вроде как пишут Да Все равно Люди уезжают Из Израиля Люди уезжают У нас в планах нет Люди уезжают Но очень многое приезжает Это по той же самой статистике Несмотря на то что Причем репатриируются Да В наше время объекты Заявок очень много Из страны Такое Ну уезжать не планируем Нам все нравится Ну вот Вот такие вот наши 10 лет Пока нет Надеемся Что Через 10 лет Еще Сделаем такое же видео Вот Ну все ребята Спасибо что были с нами Лайки Комментарии обязательно Все позитивного настроения Все будет хорошо Так что Радуйтесь жизни Спокойной Вам спокойствия Всем благ Нам здесь в Израиле Всем жителям Израильтянам То есть я имею ввиду Всех израильтянам Всех живущих В Израиле Всем Добра Всем Мира нам головой И процветания Израиля Пока-пока Все